Сегодня мы поговорим о сказке о рыбаке и рыбке, продолжим разговор о том, как ее читать детям, на что нужно обращать внимание ребенка. Это важно, потому что если просто читать, никак не анализировать, но в то же время нужно указать внимание на какие-то значимые моменты, слова ключевые. Ну что ж, давай продолжим. Обычно не обращается внимания, а обратить внимание ребенка на это очень стоит, потому что это вырабатывает прилежное отношение к слову, внимание к слову, к тексту. Какое слово, вот ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе. Я тут сейчас задаю вопрос ребенку, какое слово дважды, говорит рыбкий старик, это слово себе. Слово себе, то есть живи себе, как тебе нравится. Помните, старуха пряла свою пряжу. Да, это очень важно, то есть это показывает, что до того, как все это началось, они вели нормальный, естественный для себя образ жизни. Поэтому все было так спокойно, так нормально, спокойно все было до вот этого рокового, можно сказать, момента. Старуха занималась своим хорошим делом, раз своим, то хорошим. Но потом все пошло по-другому. Понятно, чего захотела старуха в первый раз, во второй раз, и вот тут определенное по ступенькам все это дело поднимается. Градация, да. И подъем, нарастает волнение сказки, ее кризис, так сказать, движется, приближается. Сначала она упрекает старика, что не взял корыто, да? Да, да, конечно, мы все это помним. А потом она требует, и вот это надо различать. Обязательно ребенок должен различать. Указывайте ему, что это разные вещи. На этих неразличениях, когда неразличаем, вот тут-то самые большие проблемы возникают. Вообще не различается все, не различается хорошая музыка и плохая, нет критериев, их надо на этих тонких вещах различать. Саша, вот я хочу задать тебе такой вопрос. Как ты считаешь, в каком возрасте надо читать ребенку сказку о рыбаке и рыбке? Какой самый ранний возраст, как тебе кажется, в котором можно читать уже эту сказку? Лет в пять, шесть. Я скорее могу сказать из практики, лет шесть хорошо бы, да. Пять может быть рановато, чуть-чуть. Но ты знаешь, не обязательно при раннем чтении, не обязательно растолковывать каждое слово и понятие. Можно просто прочитать, но там много слишком будет непонятного, если не растолковывать. Ничего, пусть стихия взволнует. Есть загадочные слова. Загадочность, господа, очень хорошая вещь. Загадочные слова провоцируют любознательность. Вообще открывают уши. По-моему, гиторич сказал, если половина мне понятна, пусть буду я и у другой в плену. Я думаю, что это как раз может быть тот случай. Ведь вспомните, сколько мы, читая в детстве книги, которые нам были не по возрасту, сколько мы не понимали. Но тем не менее, это было увлекательно. Я приставил к папе с расспросами. Он мне объяснил. Да, в этом есть смысл, конечно. То есть, в общем, даже и в пять, в пять с половиной уже можно... Стоит. А в шесть уже можно немного анализировать. Стоит. И дальше он стыдится уже своей старухе. Да, да. Сначала ему стыдно самому. Самому стыдно. А потом ему все более и более стыдно за свою жену, за свою старуху. И стыдно, что он под ее нажимом уступает и идет это делать. Это очень важно. Это надо показать обязательно. Всю драматургию, сказки надо выявить своим чтением, своей беседой с ребенком. Без этого сказка просто не живет. Да, тут вот очень хорошая у тебя есть такая таблица простая. Она, по-моему, очень убедительно все это иллюстрирует. Параллелизма, да? Да, да, да. Да, очень хорошо. Очень ребенку все это, по-моему, будет очевидно. Надо показать, да, действительно, как работает все это. Как по поступку старухи соответствует иное поведение моря, действующая сила. Самого старика и рыбки тоже. И рыбки тоже. Четыре основных действующих лица. И надо это показывать. А роль моря нужно выявить тоже обязательно. Ты не хочешь показать этот момент? Нет, я думаю, что не нужно. Эти подробности... Нет же у людей твоего учебника, вот этого довольно интересного, я бы сказала, учебника, русский учебник Александра Кучерского, уже давно исчез из продажи. А, в общем-то, про него спрашивают. Да, распродан, да, разошелся. Вот эта страница. Обложку покажи. А обложка вот. Кстати, прекрасная иллюстрация Юрия Иванова. Юрий Валентинович Иванов, московский художник. Академик. Не знаю, наверное. По-моему, да. Профессор, во всяком случае. Короче говоря, необходимо выявлять все эти моменты композиции и диспозиции. Как ведет себя старик? Поведение его меняется. Сказка совсем не монотонна, господа. Хочу обратить на это ваше внимание. Сказка Пушкина отнюдь не монотонна. Повторы – это не монотонность. Но это не повторы. Это, как бы, действительно, повторы уже на другом уровне. Совершенно на другом уровне. Вот это то, о чем мы говорили, что это движение по спирали. Вот. Хочу, хоть бы взял ты с нее корыто. Море слегка разыгралось. Старик, надобно ей новое корыто? Рыбка, будет вам новое корыто? И в этом надобно новое корыто? Есть понимание реальной души? Да, что корыто действительно надобно. Это не что-то такое. Не может стирать, корыто развалилось. А вот дальше там уже… Дальше оправданий нет. Нет. И он понимает, что оправданий нет. И вот это сокрушенное сердце старика надо показывать. Вот от чего у меня в горле ком. Сердце сокрушается. Потому что это очень современная коллизия. Господа, пожалуйста, читайте сказку Пушкина так. Продолжение следует.